доброе утро дорогие друзья доброе утро вам из сути из сути из шалаша иерусалимского вот так вот живем тут в шалашах да многие спрашивают как вы в иерусалиме живете вот так вот мы живем сплю вот тут кушаю за столом до воду пью вот и значит уроки торы тоже мы проводим в шалаше потому что написано что в суккот живите в шалашах семь дней всевышний сказал нам жить в шалашах 7 дней и сегодня мы разберемся зачем зачем нам жить семь дней в шалашах и значит давайте чуть-чуть поучим на эту тему до заповеди связанные с суккотом и так значит в все праздники в память о исходе из египта правильно правильно и суккот тоже в память о исходе из египта значит когда вышли когда вышли из египта кто помнит в каком месяце вышли из египта в месяце nissan nissan это месяц несим чудес это было чудесным образом всевышний сделал 10 казней потом вывел и в рействе народ потом раступилась моря и значит потом они шли от от моря они пришли горе сина и потом получали тору на горе сина и от выхода из египта до дарования тора было 50 дней на 50 день была дарова на тора значит все так когда мы должны были сидеть суть в суть в сутье если память о исходе из египта когда наверное вниз они мы должны были с месяца nissan весенний месяц nissan и до дарования торы летний месяц шавод когда проходит праздник шавод значит в месяце сиван мы должны были бы жить в сука в шалашах но тогда что было бы тогда было бы непонятно зачем мы живем в шалашах в это время раньше было приятно что многие уходили в шалаши по собственной воле то есть зима закончилась природа и люди не так как сейчас все сидят в бетонных коробках въездят метро раньше человек думал чем буду сидеть вот это вот в этой толкучки хотя раньше толкучки вообще никакой не было думает пойду-ка я построю себе шалашик у себя в саду у него будет осад на горе оливковых деревьев несколько овечки у него там какое-то зерно он выращивает помидоры экологические и он думает буду жить в шалаше и жили люди в шалашах но тогда непонятно где же здесь заповедь заповеди это когда бог приказывает что-то делать и ты это делаешь преодолевая свое неприятие то есть когда надо делать заповеди не хочется их делать это я явный признак того что это заповедь значит рассказываю такую историю что как-то в одно местечко приехал человек который собирал деньги на помощь на выкупленных и он находил по домам собирал деньги и потом потом сказал вот этот ну раввин этого местечка цадик он говорит не давайте ему деньги он скорее всего обманщик все говорят а не может быть не как почему вы решили он говорит настолько легко ему давать вот хочется прямому до деньги что же это что-то не так обычно должно если это заповедь то она тяжело должно идти действительно буквально через там несколько часов после того как он это сказал приехали люди которые гнали за ним он так ездил из местечка в местечко собирал деньги но по факту это был он был обманщик но этот садик праведник он определил обманщик он или нет потому что было очень легко давать ему деньги а он говорит я же знаю когда я хожу собираю там на заповедь на каких-то сирот там и так далее людям так тяжело давать а тут они прямо все прям на тебе бери вот поэтому в суккоте мы сидим осенью мы не сидим в сути мы не сидим суте весной когда хочется выйти в шалаш и мы сидим осенью когда сегодня ночью например я спал было прохладно спать очень было прохладно спать и вчера уже даже в израиле они в израиле это вообще очень холодно в шалаше спать спишь шалаше то есть ну как бы неудобства есть еще один очень интересный момент такой мне в этом году понравилось в один из аспектов почему уходим в суку и живем не семь дней что если у человека есть в роша шана в новый год у него есть суд над каждым из нас есть суд и каждому из нас всевышний выдает такую как знаете маршрут для работы над собой есть вот легкие маршруты есть средние маршруты и сложные маршруты есть люди которые выходят там на какие-то совершенно кто-то лезет вообще на на этот самый на гору самую высокую в мире как на эверест да на эвересте туда можно погибнуть но люди выбирают себе такой маршрут они это у их работа над собой преодоление себя преодоление сложности и вот всевышний каждому из нас рожешно дает какой-то маршрут такой личностный да где мы преодолевая сложности духовно растем я видел такую вещь что если всевышний дал кому-то в этом году маршрут скитаться и уйти в галут в изгнание то вот сразу чек выполнил там на неделю ушел в изгнание живет себе в шалаше не в доме и тоже этим самым он как бы уже реализовал реализовал он то что должен был получить сложности я кстати каждый раз утром когда стою под холодным ледяным душем то я в этот момент как бы тоже для себя думать если должны меня сегодня быть были днем быть неприятности так вот они я время с них начал день из этих неприятностей которые которые они меня заодно и закаливают но и как бы свою дозу страдания за сегодня уже выполнил с утра уже прям конечно холодный душ с утра это это как раз та доза страданий которая которая минимальная на день уже я как бы выполнил теперь смотрите что дальше дальше мы в сути но в сути мы должны главное заповедь суккота 7 дней живите в сути живите в в этом шалаше и видите вот пишет ли я каплан пишет муадим ли симха вот это время но для радости это время для радости то есть мы должны эти семь дней при этом радоваться и я думаю что всевышний специально нам дал эти семь дней чтобы мы радовались для того чтобы научиться радоваться независимо от внешних обстоятельств в это время мы работать не можем это полупраздничные дни в которые выполняется только самая необходимая работа которая там чтобы не не потерять да но в принципе как бы такую работу которая не ведет к потерям ее нельзя делать теперь значит мы не работаем мы живем в этом шалаше мы трясем четыре вида растений это отдельная заповедь которую делает суккот она просто в это время делается но это отдельная заповедь у дяков желаю да хак самаек тоже яков что-то не желает и мы значит в это время мы что мы делаем учим тору кушаем пьем встречаемся с друзьями в принципе мы занимаемся ну никакой такой производительной работы мы не делаем никаких целей мы не достигаем никаких дел больших мы не делаем мы просто радуемся еде и питью возможности в шалаше лежат на какой-то кушеточки до сидеть вот так вот на в шалаше то есть мы учимся радоваться не каким-то сверх достижением а просто радоваться тому что ты жив что у тебя есть что кушать что тебя есть что пить и ты учишь тору занимаешься и ты выполняешь заповедь каждую секунду каждую минуту нахождение в сути то есть ты находишься внутри заповеди всевышнего и если мы смотрим на жизнь концептуально да что такое жизнь как на путь и на заработок заповеди до заповеди для души то есть уход прекрасное время у тебя и все для того чтобы радоваться если же ты живешь в другой концепции ты живешь концепции что жизнь это там заработок денег ты не зарабатываешь жизнь это какие-то впечатления новые у тебя нет новых впечатлений жизнь это достижение сверх достижения какие-то там почет и так далее ничего этого нет сукот то есть если ты умеешь радоваться тому что у тебя есть сукот значит все остальное время ты тоже будешь радоваться если же ты не можешь радоваться тому что у тебя есть шалаше значит тебе нужно пересмотреть свою жизненную концепцию концептуально посмотреть на жизнь и посмотреть что то как ты себе расставил вот эти вот про правила и принципы а как у человека работает радостью обычного вот спроси любого человека ты когда радуешься он скажет я радуюсь когда и назовет вам ряд условий которые ему нужны для радости как как программа компьютерная 1 вот и спросишь те что нужно для радости он скажет для радости мне нужно раз два три 4 5 при совпадении 5 условий у него наступает радость другого спроси а те что нужно у него назовет 10 условий значит у него вероятность получить радость она не в два раза меньше чем у того которого 5 условий она в сотни раз меньше потому что чтобы совпали все 10 параметров это очень сложно спроси третьего а что тебе нужно для радости он скажет а мне нужно чтобы в шалаше сидел чтобы был у меня кусок хлеба там стакан воды или а если вино есть вообще классно и книжка торы так слушаю тебя для радости вообще все есть тебе в принципе то для радости ну у тебя вся жизнь тогда радость понятно да и мы неделю вот привыкаем вот к этому заповедь и минимальный набор удобств которые которые ты легко можешь достигнуть и получается тогда что то чья который может жить шалаше неделю а неделя если мы еще посмотрим на на календарь годовой неделя это 152 года 52 недели в году то есть вот смотрите например если ты можешь одна пятидесятая часа это допустим полторы минуты вот если ты можешь полторы минуты просидеть например в каких-то условиях наверное ты сможешь еще продолжить 56 минут то есть если ты смог неделю жить и кайфовать в шалаше то можно предположить что ты месяц сможешь 4 недели я думаю что да я бы мог а а если предположить что ты месяц сможешь то ты наверное год можешь получается что сука то нам дает внутреннее понимание что не надо волноваться за завтрашний день потому что шалаш ну где-то шалаш ты всегда себе добудешь где-то в африка вы знаете африка вообще не заселенная в африке полно вообще шалашей там можно себе настроить африка в ну там везде можно шалаши себе настроить да в холодных странах шалаша мало может сказать лариса бех она скажет шалашей мало в холодных странах но в холодных странах уже как-то решили этот вопрос есть дома какие то есть утепленные даже без газа можно дровами топить то есть в принципе человеку бояться чего-то нет никакого смысла потому что от этого делать что-то имеет смысл радоваться тому что делаешь имеет смысл а бояться не имеет смысла потому что страх то чего ты боишься но может не случиться а все то время что ты боишься то ты расстраиваешься вот давид приводит привет мне тоже пришел в голову полтора минуты я могу не дышать а час не получится не дышать да но это крайний пример это крайний пример то есть действительно отсутствие воздуха она это жизненно важная да такая история что ну тут не можешь конечно ты без воздуха побыть час это факт это факт но вот жена говорит что в нету заповедей не дышать а жить неделю в шалаше и заповедь поэтому всевышний нам дал именно неделю пожить в шалаше потому что он знает что пожив неделю в шалаше ты понимаешь что ты мог бы в нем жить и год а если ты мог бы жить в нем и год то как раз это то что тебе нужно чтобы не беспокоить не беспокоиться о завтрашнем дне это мы точно знаем что всевышний от нас хочет потому что когда 40 лет он водил еврейский народ по пустыне то он им давал ман каждый день и он их приучал к этой вот фразе известная история что даст бог день даст бог пищу даст бог день даст бог пищу то есть понятное дело что с кислородом пример он не входит в эту концепцию но с сукой да входит хорошо значит что еще мы делаем сукот радуемся живем сутье кушаем пьем сутье и принимаем гостей принимаем гостей значит в сукот есть такое обычай у нас что семь дней как будто бы к тебе каждый день в сукку приходят гости авраам и цхак яков это три по праца и они вот первый день приходит авраам во второй день приходит и цхак третий день приходит яков и значит и ты думаешь вот жили эти люди до жили эти люди они в то время же они около четырех тысяч лет назад было время дико сложная в и вот они ходили пешочком по те кто живут в израиле они могут представить прямо здесь они ходили может прям где я сейчас сижу может авраам и видно проходил когда шел к на гору моря да когда ушел на гору где потом был построен храм и вот они прошли свой жизненный путь у них тоже всех был нелегкий жизненный путь очень нелегкий у авраама был нелегкий жизненный путь значит в уицхака был совершенно тяжелейший жизненный путь у якова вообще был тяжелейший жизненный путь да потом йосеф это сын якова вообще ужас братья продали сидел в тюрьме 12 лет был в рабстве значит до 30 лет у него до 17 у него все было хорошо пока выбрать они продали потом до 30 у него было все плохо потом с 30 он стал пример министром египта и стало опять у него все хорошо но хорошо но сложно потому что быть пример министром египта это такая очень сложная работа потом машера бейну машера бейну его значит с детства мама положила его в корзиночку и отправила в реку потому что его хотели убить убивали всех детей установил его дочка фараона установила он воспитывался во дворце потом в 20 лет он заступился за еврея которого убивал египтянин и он убил египтянина и в должен был идти в бега убежал и он один был в том диком мире без семьи без друзей без родственников и всю жизнь с 20 лет до 80 он он был один без семи без друзей без родственников чужих странах пришельцам потом он опять заступился за девушку его посадили в тюрьму потом он женился на этой девушке и тут стал пастухом у ее отца и то есть машера бейну это тяжелейшая тоже жизнь брат его арон который все это время был египте у него брат пропал значит он то есть очень сложно потом был там кто еще был царь давид царь давид вообще всю жизнь его хотели убить потом он вначале от него отказались родители от царя давида в детстве отказались родители это кстати для меня была очень и очень интересная такая идея что что какое тяжелое детство было у например у юсефа какое тяжелое детство было у царя у юсефа мама умерла он был сирота значит мама умерла при родах второго брата у царя давида от него отказался отец и мать он даже есть псалом который мы сейчас читаем киа вива ими а завуни он говорит папа и мама меня оставили в ашем я с феней бог меня усыновил и когда пришел пророк шмуэль к его отцу и говорит что твой сын это царь израиля да то есть меня есть пророчество то его отец царя давида показал всех сыновей всех своих братьев давида показал а давида не показал пророк шмуэль на него посмотрел говорит здесь нету царя будущего он горит но есть у меня один сын и я его из дома выгнал он где-то живет там на пастбищах какой-то пастух там вообще непонятный может быть он позвали царя давида оказалось что он представляете дальше у царя давида жизнь тяжелейшая шлома мэлок царь соломон братья хотели убить его в 12 лет и он стал царем другой брат хотел захватить царскую власть и убить царя шлома но царь соломон он да да он значит царь соломон он потом стал царем и убил тех братьев которые хотели убить его представляете это удивительно какие тяжелые тяжелые жизни у них были и когда мы принимаем вот этих вот уж пизин это как бы виртуальных гостей мы принимаем да вот амара ловачева вспомнила фильм уж пизин кстати кто хочет понять суть праздника суккот пожалуйста посмотрите этот фильм есть на русском языке этот фильм уж пизин гости это удивительный фильм который показывает суть праздника суккот лучше всего вот прям конкретно у нас у всех задания посмотреть сегодня этот фильм уж пизин так вот значит и вот мы сидим сути вспоминаем как тяжело было нашим всем про отца потом мы принимаем гостей у кого у каждого если послушать вот у каждого особенно сейчас мы живем у каждого в жизни такие какие-то неувязки не не укладки не и мы понимаем что ориентация на этот мир это путь к разочарованию если человек ориентируется и ждет что у него в этом мире все все будет хорошо то это это совершенно бессмысленное иллюзорное ожидание этот мир это место для работы для духовной работы для выполнения заповеди и для получения награды которую мы получим в мире грядущем по после третьего рождения человека из 3 рождения когда человек умирает из этого мира это его третье рождение и значит мы набираемся сейчас невероятной духовной силы для веселого прекрасного третьего рождения все всем хак суккот самых мадим ли симха до мадим ли симха вот кто видел я тоже я его пересмотрю очень фильм хороший потому что каждый раз так как ты попал в новое состояние и ты смотришь в новом состоянии то этот фильм для вас по-другому раскроется это совершенно будет вот сейчас для вас суккот другой просмотр фильма чем если это было бы не в суккот и то что было раньше поэтому поэтому я желаю всем чтобы всевышний услышал наши молитвы чтобы он нам здесь дал хороший маршрут для духовного роста то есть дал полосу препятствий с препятствиями проходимыми переходимыми чтобы мы не создавали себе сами лишних препятствий потому что неправильным поведением неправильным отношением мы иногда делаем из легкого препятствия раздуваем из мухи слона а вместо того чтобы проходить легко эти препятствия и радоваться тому что мы можем набраться духовной силы все все мы одним ли симка звоним уходим лесосон значит эти времена для для ликования то есть есть такая внутренняя радость спокойно а есть такое привлекавание что было у нас и радость и ликование все до завтра спасибо всем до завтра смотрим фильм о шпизе